Компания FBS Group, коротко, 15 лет на рынке, основной рынок это страны СНГ. Партнеры компании «Интеллект». Компания «Интеллект» – глобальный поставщик, индийская компания, 4000 сотрудников, входят в десятку самых больших поставщиков IT-решений для банков, для финансового сектора, для страхования. Компания «Интеллект» в течение последних шести лет находится в Маджик-Конранте Гартнера, имеет полную линейку продуктов. То есть все-все-все – это консюмер-бэнкинг и ритейл и корпорейт, малый и средний бизнес, это транзакшн-бэнкинг, это решения для страхования и это цифровые решения, то есть цифровой фронт. Значит, риск ликвидить и так далее и тому подобное, то есть полный спектр решений. То есть компания «Интеллект» исторически, то есть она представлена во многих странах мира, более 200 решений в разных регионах, исторически не было представлено в странах СНГ. Значит, и в прошлом году мы вступили в контакт и было предложено, что давайте попробуем вместе двигаться в странах СНГ. 1 октября открыт офис в Алма-Ате на страны СНГ. Здесь со мной в зале присутствует Хуштут Каримов из Алматы, который представляет «Интеллект». Если будут вопросы, познакомятся, то можно будет больше узнать. Банки «Финтех» кто кого, буквально короткий такой, скажем так, сравнительный анализ, хотя банки «Финтех» практически не сравниваются, да, то есть это абсолютно разного, скажем, ну размера, да, то есть разной компетенции, квалификации, каждый работает по-своему, хотя «Финтех» откусывает по кусочку, откусывает рынок у банков. Значит, у банков широкий спектр финансовых услуг и продуктов, «Финтех» делает только отдельные нишевые сервисы и продукты. У банков главный продукт и компетенция, а у «Финтеха» главная простота, легкость и удобство. Банки имеют сравнительно ограниченную скорость предоставления продуктов и услуг и пропускную способность. Это связано с тем, что это все, у банка самый главный капитал это люди и компетентность, а там технологии и чисто автоматическое выполнение операций. Значит, у «Финтеха» соответственно высокая скорость и пропускная способность. У банков, я так написал, недешево, у «Финтеха» недорого, именно за счет скорости и массовости. Значит, в банке персонал на первом плане, это капитал банка, у «Финтеха» технология на первом плане. А чего хочет клиент? То есть, просто если взглянуть, всякая глобализация, развитие технологий избаловали клиента. Если раньше банки, скажем так, не очень баловали клиента, может быть и сейчас не очень балуют, но в принципе, как бы все технологии мобильные, все возможности, которые появились, значит, клиент хочет прямо сейчас, очень быстро, чтобы это было очень просто, легко, безопасно, надежно и чтобы недорого. Ну, по крайней мере, в пределах разумного. И здесь оказывается, что «Финтех» гораздо ближе к чаяниям клиента. То есть «Финтех» начинает нравиться больше клиента. И «Финтех», по сути, ударил в болевую точку банков, да, то есть, в принципе, отношения с клиентами. То есть, он дает более лояльные услуги для клиентов. «Финтех» пока только нишевый игрок, то есть, он делает только какие-то отдельные вещи. Но, к сожалению, это самые массовые продукты, кредиты, платежи, кредиты, депозиты, кошельки различные. То есть, то, что, в принципе, как бы затрагивает ритейлового клиента, банка. Значит, и «Финтех» сильнее технологически, надо это признать. И симпатии клиента тоже на стороне «Финтеха», и эффективность у него выше. Я имею в виду эффективность за счет массовости, стоимость его услуг гораздо ниже, чем может это предоставить банк. И, соответственно, «Финтех» в этих областях просто демпингует банк и выталкивает его из этих областей. Что может ответить банк и какие перспективы? То есть, основной вопрос, который разворачивается на этом поле, это борьба за клиента. Банк может, у него два исхода, либо смириться и уйти в свою область, чисто финансовую, в бэкграунд, либо стать «Финтехом». Финансы имеем, банки имеют компетенцию, квалификацию, финансы есть, осталось только дело за технологиями. Препятствия технологии, технологии, то есть, в принципе, много лет банки развивают свои технологии, но все это проходит как-то не так. Обычно это долго, дорого, больно, тяжело, требует серьезных усилий. То есть, банки пытаются, может быть, сами разработать, но не каждый банк приват. Не каждому, в принципе, под силу это разработать такую технологическую оснастку, которая позволит выстоять. Тем более, что касается средних и малых банков. Большие банки, да, они, в принципе, могут себе эти позволить. У вендоров дорого покупать лицензии и прочие, долго внедрять, хлопотно поддерживать, нагладно развивать за все, плати, плати, плати. Для того, чтобы выйти из этого, необходимо, чтобы обойти эти препятствия, по моему мнению, необходимо изменить модель взаимодействия с вендорами. То есть, нужно, я в мае выступал на схожую тему о стратегическом партнерстве, о том, что банки должны уйти от отношений покупка-продажа с вендорами решений, перейти к стратегическому партнерству. То есть, необходимо вступить в альянс с технологическим партнером, то есть, такое стратегическое партнерство. То есть, покупаем не решения, а готовые уже сервисы, объединяем финансовую и технологическую экспертизу партнеров, по сути, объединяем усилия в бизнесе. Банк отвечает за развитие и продажу финансовых продуктов, а партнер отвечает за бесперебойную и надежную работу и развитие технологий, которые он предоставляет банку. В результате получаем синергетический эффект. По сути, два партнера объединяют вектора своих усилий в одном направлении на развитие бизнеса обоих сторон, обоих партнеров. Что мы предлагаем для того, чтобы это сделать? То есть, компания «Интеллект» и мы, партнеры странах СНГ, значит, их не предлагаем такое решение. В названии оно было названо «Интернет-бэнкинг, мобайл-бэнкинг-хаб». На самом деле оно называется «Интернет-диджитал-фейс-хаб». То есть, в принципе, это та стратегия дигитализации банков. Это, по сути, мультибанковский омниченел сервис, включающий в себя следующую функциональность. То есть, интернет-бэнкинг с широкой функциональностью. Это фронт-офис для клиента, мобайл-бэнкинг – мобильный фронт-офис для клиента, таблет-бэнкинг – это фронт-офис для банка. То есть, это фронт-офис, который позволяет фронтальному работнику банка выйти за пределы банка, перейти от модели пассивных продаж к модели активных продаж. Когда работник банка выходит к клиенту, выходит в те места, где можно найти новых клиентов и начинает их обслуживать. Значит, бэк-офис-сервер, настройка параметров канала, слои автентификации безопасности, модули администрирования, модули интеграции с системами банка. Значит, архитектура решения. То есть, все достаточно просто. Готовое решение, которое как бы есть, оно размещается на неком сервере, куда могут быть подключены много банков. То есть, каждый банк имеет свою изолированную схему. То есть, в принципе, как бы данные не пересекаются. Это справа, да, то есть, есть слой интеграции, он голубым цветом обозначен, значит, сама функциональность Digital Face, слой безопасности и автентификации. И с левой стороны это клиенты банка. Банк, клиенты банка. То есть, все достаточно просто. Значит, интернет-бэнкинг имеет достаточно много широкую функциональность. Более 100 функций кирпичиков, из которых это складывается. Время этого доглада не позволяет углубиться. Я просто вам показываю экраны. Но там есть водонастройки, настройки, скажем так, бизнес-правил. Ну, какой-то упрощенный интеллект, который можно заложить в систему. Как будет показываться реклама, кому, сегментация клиентов, какие продукты, администрирование пользователей, безопасность. То есть, в принципе, функциональность широкая. У нас на стенде есть живое демо. Кому будет интересно, просто ознакомиться, можем показать. Значит, мобайл-бэнкинг. Опять же, все виды платформ смартфонов. Андроид, iOS, BlackBerry, Windows Phone. Причем это умниченел решения. То есть, в принципе, как бы все три, и интернет, и мобайл, и таблет-бэнкинг, они работают как единое целое. Если клиент начал операцию в одном канале, он продолжает в другом канале. И работник банка также видит эту операцию. Все связано на одном сервере. Значит, таблет-бэнкинг – это таблетка. То есть, в принципе, когда работник, фронтальный работник банка приходит к клиенту, он может его аутентифицировать, увидеть всю серию информацию, значит, какие продукты, какие контакты, что произвело, и может выполнить операцию. Он может зарегистрировать клиента, используя возможности таблетки, значит, он может сфотографировать необходимые документы, занести необходимую информацию, и даже на таблетке взять подпись клиента, то есть, в принципе, ручкой подписаться, что это. И электронным способом это попадает в и-банк, в бэк-офис банка, и дальше начинаются процессы по обработке. То есть, вы выполняете большую часть работы за клиента, за что клиент будет безмерно благодарен. Тогда клиенту нужно будет только один раз прийти в филиал, поставить свою непосредственную подпись. Если сюда подсоединить электронную подпись, как было в предыдущем докладе, то все, в принципе, как бы можно завершить и без визита клиента. Что необходимо от банка при подключении? То есть, банк отвечает усилиям, которые и инвестиции, которые должен сделать банк, это интеграция. Обеспечить интеграцию своей корр-системы, CRM-системы, BPM-системы, системы лояльности или другие. То есть, обеспечить интеграцию при подключении со стороны банка. Настройка look and feel, то есть, внешний вид, лого, цвета, корпоративные, которые необходимы. Настройка бэк-офиса, сегментация, бизнес-правила, лимиты по тем или иным операциям, по тем или иным, на мобильном не разрешаем, на интернет разрешаем. В процессе дальнейшей эксплуатации банк самостоятельно. То есть, мы предоставляем возможности администрирования, настройки бэк-офиса. То есть, по сути, мы никак не участвуем, банк пользуется это как собственным приложением. Бизнес-модель этого сервиса, то, что как бы минимальные инвестиции. То есть, при подключении банк выбирает определенный пакет услуг, то есть, в принципе, как в сотовой связи. То есть, выбираем пакет, что нам, каких размеров, какого объема, какого качества пакет нам необходим. И оплачивает, по сути, это плата за подключение к сервису. Дальше оплата за использование сервиса производится ежемесячно в соответствии с приобретенным пакетом. Либо объемом проведенных транзакций. То есть, это необходимо уточнять. При расширении бизнеса банк может приобретать дополнительным пакетом. Все просто. Если при уменьшении бизнеса, соответственно, он, либо потеря интереса к каким-то функциям, он может от какого-то пакета отказаться, либо взять другой пакет. Участники и роли, кто за что отвечает. То есть, интеллект, в данном случае, как поставщик решения, отвечает за поставку готового, адаптированного к стране, к этому рынку адаптированного решения. То есть, интеллект берет на себя все работы, связанные с тем, чтобы доработать под нужды банка. Сейчас мы как раз находимся на стадии сбора требований украинского рынка, что интеллект должен сделать. Поставщик софта не продает просто свои коробочные решения, а доводит его до ваших требований. Значит, локальная компания, которая должна быть создана здесь для того, чтобы поддерживать юридические отношения с банками, обеспечение операционной деятельности, обеспечение надежности сервиса 24 на 7, финансовые взаиморасчеты – это ответственность локальной компании плюс локальная поддержка банков на расстоянии одного шага. Наша компания, мы отвечаем в странах СТК за локализацию и кастомизацию. То есть, мы будем помогать банкам проводить подключение, то есть, совместно с банками, подключение к сервису, обучение и настройка. Банк – предоставление интерфейса, интеграция со своей системой. В каждом банке есть свой кор, есть вендоры, которые, в принципе, необходимо сделать какие-то усилия, чтобы подключить. Конфиденциальность – это канал, мы не храним никаких данных в этом сервисе, никакие персональные либо конфиденциальные данные. Это чисто канал общения между клиентом и банком. Хранятся только настройки банка, настройки продуктов, настройки определенных бизнес-правил, которые, как показывать рекламу, идет общение между, рассылка сообщений клиентов, прием сообщений от клиентов. Сингл сайт он, то есть, мы, в принципе, можем подключиться к системе лдап, для того, чтобы пользователи со стороны банка заходили в нашу систему для администрирования на условиях, значит, аутентификации, принятой в банке. Используется для каждой операции, используется клиент, получает по смс и одноразовый пароль. То есть, в принципе, ни одна операция, ни право финансовое не проводится без подтверждения одноразового пароля. Доступен PIN-код, может быть использован пользователем для подтверждения операции токен. Есть логин-пароль для входа. Банк обеспечивает администрирование клиентов и пользователей, и система ведет аудиторский след, кто, когда, что выполнен, для того, чтобы, в принципе, контролировать. Значит, текущее состояние проекта сейчас, то есть, мы с мая месяца, мы прорабатываем вопрос с двумя украинскими небольшими банками. Особый интерес к этому решению у небольших банков, который хотел бы получить каналы, но у него нету 300-500 тысяч долларов для того, чтобы купить решение. Идет анализ требований к функциональности. На следующем этапе мы, в принципе, будем дорабатывать, и я надеюсь, что туда, к весне, наверное, сможем запуститься. Значит, решение предназначено, в принципе, вот это решение, скорее всего, что оно интересно малым и средним банкам. Большие банки, как правило, ориентированы на собственное решение. Для больших банков мы можем тоже, в принципе, предоставить решение, то есть, разместить просто у них отдельный сервер, у себя в данном случае, и действовать на основе этой бизнес-модели, которая, по сути, является абсолютно другой, нежели до сих пор было ваше отношение с вендорами. На этом, что такое, куда надо направить, на этом все. У нас и мобайл, и интернет, и таблет на стенде. Кому будет интересно, подходите, все покажем, расскажем. Цель выступления была такая, нам необходимы еще дополнительные заинтересованные банки, чтобы подключить к этому сервису. Понятно, чем больше будет участников в этом сервисе, тем дешевле будет услуга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!